Здравствуйте, с вами Олег Шарабанов и ТВ Кинорадио. В этом выпуске речь пойдет про цветовое пространство и систему управления цветом, которая называется ASOS. Зачем это все было вообще создано? Дело в том, что сейчас в цифровом мире, в цифровом кинопроизводстве нету стандартизации. И мы приходим к такому моменту, что есть огромное количество разных департаментов, которые производят изображение и обработку изображений. И это все может работать в абсолютно разных форматах. То есть сниматься может в одном формате, дальше цветокоррекция может быть в абсолютно другом формате, композитинг может быть в третьем формате. И между этими всеми звеньями цепи происходят трансформации цвета, яркостей, сжатия, рекомпрессия и, как следствие, еще и часто деградация материала. Каждая студия, по сути, вырабатывает сейчас свой некий workflow, то есть рабочий процесс того, как она работает с материалами. И единого стандарта на этот счет нет. Зачастую также сложности возникают с архивными копиями. То есть архивные копии тоже все складывают в разных форматах, и неизвестно, насколько это в дальнейшем будет вообще возможно открыть и как-то с этим работать, не говоря уже о поддержке каких-то будущих устройств. Этим вопросом занялась Американская киноакадемия в 2004 году. И 10 лет она разрабатывала свою систему управления цветом, которая называется ASUS. Расшифровывается как Academy Color Encoding System. Система кодирования цвета Академии. И сегодня мы с вами посмотрим практическое применение ASUS. Дело в том, что камеры Canon EOS C200, C300 Mark II и C700 нативно поддерживают ASUS. Материалы с камер, например, Canon C500, записанные на Recorder Codex, также могут работать в пространстве ASUS, но на посте. Вот, например, перед вами изображение, как ASUS Workflow, то есть рабочий процесс ASUS, реализован с камерой Canon C200. Canon Cinema EOS C200 может отдавать материал через SDI или HDMI кабель в формате ASUS Proxy на монитор на площадке. Соответственно, мониторы на площадке у вас тоже должны поддерживать на входе формат ASUS Proxy. К примеру, мониторы Canon DP V2420 и DP V2410 4K референсные мониторы поддерживают на входе ASUS Proxy. Дальше, соответственно, вы пишете материал на карточку CFast в RAVIA, и на стадии постпродакшена вы применяете соответствующий Input Transform для них. Вы экспортируете этот материал в OpenEXR, и на стадии цветокоррекции, соответственно, вы уже работаете с материалом в ASUS. Также есть вариант работы с материалом в нативном формате RAW, и при этом Input Transform можно задавать в соответствующем софте. Мы с вами посмотрим пример с DaVinci. Итак, давайте рассмотрим, что у меня здесь есть. У меня здесь есть два файла, записанных на камеру Canon C500, на Recorder Codex. Они у меня в RAW формате, и выглядят они таким вот образом. Я их импортирую сюда, и для настройки ASUS я захожу в настройки проекта, в раздел Color Management, и в разделе Color Science я выбираю ASUS. У ASUS две версии, ASUS CC и ASUS CCT. Отличаются они тем, что ASUS CCT — это такое же логарифмическое пространство, как и ASUS CC, но у него есть изгиб кривой внизу. И если вы хотите управлять тенями с помощью лифта, то есть если вы хотите плавно поднять тени, то вы используете ASUS CCT. Но из-за вот этого вот нюанса он несовместим с ASUS Proxy. Таким образом, если у вас на площадке был использован ASUS Proxy, и вы делали коррекции через CDL, то вы не сможете их правильно перенести в ASUS CCT. И в этом случае вам придется использовать ASUS CC. Я выберу ASUS CCT, и при этом у меня открылось несколько опций. Во-первых, ASUS Version. В предыдущих версиях DaVinci была возможность указать версии ASUS 0.1, 0.2, 0.7, 1.0 и так далее. Сейчас осталась версия ASUS 1.0.3. Это последняя актуальная версия цветового пространства ASUS, с которой можно работать. ASUS Input Device Transform и Output Device Transform – это те трансформации цвета, которые мы задаем для того, чтобы правильно, во-первых, импортировать материал в ASUS, а во-вторых, чтобы правильно его вывести. Если я сейчас нажму Save, обратите внимание, что произойдет с материалом. Мой материал сейчас никак не меняется, потому что у меня не задан ни входной трансформ, ни выходной трансформ. Окей, я задам для выходного трансформа REC709, потому что я работаю на мониторе в REC709. Нажму кнопочку Save, и я увижу, что у меня материал изменился вот таким вот образом. Он сейчас выглядит не очень-то приятно. Соответственно, для того, чтобы мой материал выглядел правильно и был правильно импортирован в цветовое пространство ASUS, мне нужно для него задать входную трансформацию или Input Transform. Сделать это я могу двумя способами. Во-первых, я могу настроить Input Transform для всех материалов в моем проекте. Для этого я могу здесь вот указать в ASUS Input Device Transform нужное устройство. Например, если я снимал на Canon C300 Mark II или на C500, я могу здесь выбрать нужный входной трансформ. Если у меня материалы сняты на разные камеры, то я могу для разных камер, правой кнопочкой щелкая вот здесь, указывать ему, соответственно, здесь, ASUS Input Transform, входная трансформация ASUS. Конкретно эти материалы были сняты на камеру C500. И здесь есть две разновидности. Canon C500 Daylight и Canon C500 Tungsten. Соответственно, Daylight это баланс 5600, Tungsten это баланс 3200. Поскольку мы с вами работаем в REC 709, то мы должны выбрать один из двух вариантов, либо Daylight, либо Tungsten. В REC 709 я выбираю Daylight. И вот теперь я вижу правильный материал. Правильно импортированный материал в ASUS и правильно выведенный на мой монитор материал в REC 709. Соответственно, я это же проделаю и со вторым шотом. Скажу ему Input Transform. Daylight, REC 709. Теперь мой материал выглядит так, как он должен выглядеть. При этом мои контроли, Lift, Gamma, Gain и Offset, мои основные инструменты, будут работать не так, как вам привычно, когда вы работаете с видеоматериалом. Дело в том, что ASUS это логарифмическое пространство, соответственно, если вы работали с логарифмическим материалом, и вы знаете, как работает логарифмический материал, то Lift, Gamma, Gain и Offset будут работать привычно вам. Если вы работали с видеоматериалом в REC 709, то в этом случае вам нужно будет немножечко переучиться. Потому что, к примеру, Offset в этом случае будет больше похож на экспозицию. Соответственно, увеличив Offset, я как будто поднял экспозицию в RAW-файле. А, например, Gamma будет работать достаточно странным образом. То есть она работает от серединки, и в логарифме она тоже, по сути, работает похоже на экспозицию, но немного по-другому. То есть эти инструменты не будут работать в привычном для вас виде, как вы обычно это делаете. К этому нужно немножечко привыкнуть, и с этим нужно немножко поработать перед работой в реальных проектах. Это первый нюанс. И второй нюанс Asus заключается в том, что работая в Asus, вы гораздо сильнее нагружаете ваш компьютер. Потому что Asus — это очень большое 32-битное пространство, которое математически гораздо сложнее, чем стандартный DaVinci Wire RGB. Поэтому для серьезной работы в Asus вам потребуется гораздо более производительный компьютер. Но при этом вы получите все преимущества работы с исходным материалом. То есть если я, например, хочу сделать материал немножечко холоднее, я могу это сделать оффсетом, совсем незначительно подвинув оффсет. И при этом оффсет будет влиять у меня на материал приблизительно как цветовая температура в RAW-исходнике. То есть мне не нужно будет отдельно что-то накручивать, мне достаточно будет немножко покрутить оффсет для тонирования материала, по примеру, как это работает в RAV. И так же происходит с любыми инструментами здесь внутри, соответственно, приложения. Для того, чтобы показать, чем отличаются Asus CC и CCT, я сделаю вот такую вот простую операцию. Я сначала включу цветовое пространство Asus CC и добавлю лифт на значение, ну, приблизительно 0.10. Я добавил лифт на 0.10, и вы видите, что глубокие тени у меня как были у точки нуля, так у точки нуля и остались. То есть, несмотря на то, что я добавил, существенно добавил лифт, у меня никаких существенных изменений в тени не добавилось. Они как прилипшие были к нулю, так и остались прилипшими к нулю. Дело в том, что логарифма нуля не существует, и 0 в логарифмическом пространстве, в честном логарифмическом пространстве, недостижим. Поэтому, если я включу здесь Asus CCT и сделаю эту же операцию, то есть, существенно подниму лифт, вы видите, что у меня точка теней отрывается от нуля, и работа с именно теневыми областями в Asus CCT для колористов реализована гораздо более привлекательно, чем в классическом Asus CCT. Вот в этом заключается основное отличие. На этом все. Всем спасибо, что смотрели этот эпизод. С вами был Олег Шарабанов. Увидимся на ТВ Кинорадио. Субтитры сделал DimaTorzok